Ну что ж, всем доброе время и суток, дорогие зрители. Мы начинаем нашу Европу. У нас ProDotaCup, 19 сезон Европа. Для вас специально сегодня комментирует War War Studio, а именно Denver. Мы посещаем, мы сейчас находимся на первой карте сегодняшнего дня. Это Danish BRS против Team Singularity. Они же и Alternate Attacks, они же и Team Let's Do It. Сколько команд они уже поменяли, но все равно ребята пока что находятся вместе, вместе в одном коллективе. В одном коллективе. Вот, и у нас Best of 1 серия. К сожалению, я так долго ждал этой карты Danish BRS против SNG, чтобы... Вообще карта должна быть вчера, они должны были вчера отыграть ее, но... Ее перенесли по какой-то причине, смогли сыграть, по-моему, там Danish BRS, какие-то проблемы у них были. Вот, но в итоге мы все-таки дождались. Вот, я так рад на самом-то деле, я давно хотел посмотреть на Danish BRS, на что они способны вообще. Ни разу не комментировал, до этого командует. Но вот сейчас именно Danish BRS против Alternate Attacks будет то, что надо. То, что я хотел именно увидеть на этом турнире. Очень давно две сильных команды. Когда-то и датчане могли, когда-то и поляки тоже могли играть нормально. И когда-то они даже хорошо-то выходили в нормальные турниры, их приглашали. Ну, в более, имеется в виду, дорогие турниры с более большим призовым фондом. Вот, но сейчас они встретились на протокопе Европы. И Best of 1 серия, проигравшая команда, соответственно, вылетает. Вот. Ну, давайте уже вернемся в доту. Посмотрим, что у нас уже есть по пикам и по банам. По пикам у нас Nux Assassin. Виномансер заходит к ДБ. К СНГ заходят это Stalker и Crystal Maiden. В бане Лондруид, Пак, Лайкон, Брудмазер только что залетело еще, Висп, Шекер, Киппер и Лайфстиллер. Пока что вот так команды распределились по банам и по пикам. Вот. А пока ребята у нас пикают, я хочу сказать то, что в данный момент у нас происходит халява. Ребят, просто халява. Бери, не хочу. Сегодня мне выдали специальные коды на Балдбет. Коды я разыграю чуть-чуть попозже. Там пару кодов на 300 баллов, на 300 рублей. Именно вам даются халявные деньги. Вы их ставите и получаете уже, если вы выиграли ставку, получаете уже настоящие деньги, которые вы можете снять с этого сайта. Вот. Но параллельно еще идет акция. У нас есть ссылка в описании или же в чатике. Можете посмотреть. Балдбет сейчас раздает бесплатно 200 баллов. Вы туда заходите, регистрируетесь. Получаете, вводите код. Получаете 200 подарочных баллов. Вот. И плюс те, кто уже давно с Балдбет, могут сейчас тоже им небольшой подарочек в виде 100 баллов. Так что вот так вот. Никто никуда не расходится. В дальнейшем я еще... Сколько у нас? Четыре карты сегодня будет на Европе. Поэтому успеем разыграть эти коды. Их 2 по 300 рублей. Да. Вот так вот, ребята. Просто даются халявные баллы. Вы ничего не тратите. И идете ставить... Ставить на балдбет. В итоге выигрываете настоящие деньги. Почему бы и нет. Да. Вот. Ну и, наконец, давайте уже вернемся в Доту. Поговорили о том, что Даниш Биерс. Кто будет сильнее в этой схватке? Даниш Биерс или Тим Сингуларити? Давайте посмотрим. Сейчас Best of 1 серия 50 на 50 на самом-то деле. Даниш Биерс, в принципе, они попали в сетку лузеров. Как бы то ни было. Они играют сейчас в сетке лузеров. Они проиграли Тим Сингуларити. Как я понимаю, да, на продотке, вот я смотрю, они 2-0 же проиграли против СНГ. Против Рокетов выиграли они. И вот на БТ... На БТС, да, по-моему? Да, на БТСе Даниш Биерс сыграли против Гамбитов сыграли. Там 2-1 проиграли. Против Элементс Про Гейминг выиграли. Так что, ребята, на хайп, если что, есть у них уже одна победка в виде 2-0 против Элементс Про Гейминг. А вот сейчас посмотрим, что поляки вообще могут. Но уже возьмем на заметку то, что до этого поляки взяли победу у ДБ. Да, вот она 2-0 и против Гамбит. Гамбит сильный, смотрю. Действительно, уже и ДБшечек отправили в сетку лузеров и Сингуларити. Все от одного коллектива отлетели, коротко говоря. Да, вот так вот интересно все пока что происходит. Вот, ну и в итоге давайте уже посмотрим по пикам. Пока что заходит Бэтрайдер. Есть уже, есть еще тролль Варлард. Есть и Магнус. По сути, тролль Кэри. Найт Сталкер у нас 4-я позиция. Кристалл Мэйд у нас Саппорт. Магнус у нас пойдет, скорее всего, я думаю, что Хардлейн. Я хочу посмотреть на Ласт Бан Даниш Биерс, на что они способны. Но заходит Инвокер сейчас. Есть уже Мид, есть уже Хардлейн. Есть 2 Саппорта. Нюкс и Номантер, 2 Жука. И остается по Ласт 2. Но сейчас посмотрим, что думает команда. Ну, ДБш. Соответственно, это должен быть Коргерой какой-нибудь. Посмотрим, будет ли это Лайстилер уже в бане. Хотел только вот назвать, но, к сожалению, его забанили. Может быть, еще Джигернаут попробовать его взять. Лайкан вообще постоянно в бане находится. Я, сколько Европы, не комментирую, постоянно этот персонаж только в бане. Так, и вот он Сайлинсер. Нет, в бане Сайлинсер. Интересно, что тут задумали Team Singularity. Возможно, это какая-то будет агрессивная трепла в виде Нюкс Сайлина, Манстера. Сейчас что-нибудь еще возьмут. И Ласт Бан для Даниш Биерс. Это заходит Сларк в бан. Все-таки думают то, что... Что думают? Интересно. Подумали то, что сейчас будет Кэрри. Тролль-мид. То есть расстановка у Даниш Биерса предполагается именно так, что тролль пойдет в мид. Магнус пойдет в хардлейн. Найт Сталкер, ЦМ и Сларк отправляются в трипл лейн. Но забавили сильного все равно персонажа, именно который в лейте смог бы растащить всех из Даниш Биерс. Но такой пока что у них пик не очень, скажем так, жирный. Такой уж и плотный, как хотелось бы видеть Team Singularity. Именно от них этим и отличаются. Есть такие жирненькие ребята. Придется, во всяком случае, как бы они ни хотели. У них два ловкача, два интеллекта. И как бы они ни хотели, как только начнется ночь, придется играть аккуратный гейм. Потому что будет Сталкер, который в любом случае выбежит искать добычу себе. Начнутся ганги, это 100%. Даже, скорее всего, может и с ЦМкой пойдут искать инвокера. Там Фростбайт, возможно даже и ЦМка. Возможно даже и Дабл Мид, скорее всего, даже сейчас будет. Сталкер будет в Миду стоять. Помогать откидывать Даркнессом. Ой, Войдом, да. Даркнесс это ульт. Откидывать Войдом. Первым скиллом по инвокеру. Там сейчас посмотрят. И Джекера. Да, агрессивный триплап. Джекера на Монсер, Ньюкс Ассасин. Битрайдер на Скардлейн. Инвокер отправляется в Мид. Это вот так вот, ребята, попикали на Best of 1 серию. Конечно же, рисковать нельзя, нужно пикать именно то, что знают. И Queen of Pain, соответственно, мидер. Промахнулись с последним баном Даниш Бирс. Думали, что это будет Коргерой. Но не тут-то было. Заходит Queen of Pain, Королева Боли. И в итоге вот так вот выглядят эти пики. Ну что ж, никто никуда не расходится. После небольшой рекламной паузы мы возвращаемся к самой же битве. Даниш Бирс против Team Singularity. Никто никуда не расходится. X-Bad. Лучшие коэффициенты на спорт и киберспорт. Уникальные вариации ставок на все популярные кибердисциплины, включая Dota 2 и CS GO. X-Bad. Самые большие выплаты. 100% бонус на ваш первый депозит. Хочешь стать таким же богатым, как Алхимик, всего в два клика? Тебе сюда. Ну что ж, мы возвращаемся в игру, ребята. Пока остается немного времени у нас до самой катки, когда мы уже перейдем в саму стадию игры. Да, ребята, похоже... Ноя-Ноя. А, нормально. Люблю, когда два одинаковых игрока. Райса, 747-я, Роттон. В принципе, все в своем составе. Думаю, Даниш Бирс здесь у... Альтернает Атакс, Текейсер, Лиса и... Да, все, в принципе, все в сборе. Все играют своими составами. 747-я, Ноя-Ноя. Только две Ноя. Интересно. Райса, Ниша, Экзотик Диро. Экзотик Ниша. Так, померились с башенками. И вот сейчас уже перейдем в саму игру. Наконец-то, да. Ну и сразу же по старинке приостанавливается игра. Пока ребята здесь... Так, сейчас, секунду. Интересные звуки производят у нас Ниша. Здесь лягушка, крушение. Это вот, конечно, новый компендиум. Это нечто. Это, конечно, нечто. Так, кто на ком будет сегодня исполнять? Бест оф 1 серии. На вылет. Ребята, я думаю, собрались, подготовились. Сделали максимально свои пики. И задумки будут реализовать по максимуму. Ну и начинаем. СНГ. Соответственно, Лиса на ЦМК Кейсер. На Сталкере Ниша. Будет исполнять на Квин оф Пейн. Экзотик Дир на Тролле. И Суприм на Магдусе. Вот так вот интересно, да. И Даниш Бирс. Вот почему. У них есть логотип, кстати, красивый. Я как-то видел. Я сегодня делал картинку. Невероятно, что это происходит. Так вот. У Даниш Бирс есть очень красивый логотип. И почему-то они не используют. У них есть очень красивое оформление команды. ДБ. Но не ставят. Соответственно, все замены сейчас играют. Но все в фулл составе. У нас Райс на Джакира. Ноя на Виномастере. Ротто на Бэтрайдере. Субсер 47 на Инвокере. Еще один Ноя на Нюкс Асси. И последний, подождите, пока пауза стоит, все равно, да. Я пока прочекаю, пойду. Сейчас посмотрим. Я забыл, последний, кто в составе находится. У нас отжимают каточку. Так, сейчас посмотрим. Эйс у нас должен быть в составе еще. Но пока что у нас два Ноя. Хорошо. Отжимают паузу. Начинается сразу же у нас позиционочка. ЦМка выходит, ставит вард по центру. И, да, башня не достает своим виженам. Поэтому вард не засвечен. Все в порядке с этим пока что. Ну и... Джекирос тоже пошел поставил вард. Уже есть вижен. Санстрайк попадает. Пока есть рук. Неплохо. Инвокер уже прочитал игру. Санстрайком закинул. Ну и разбежались. И по баунти. Никто никуда не будет, наверное, выходить здесь. Именно на чужие баунти. Все... Это вот спокойная дотка. Уже какую катку я комментирую. Все играют спокойно, более аккуратную доту. Тем временем. Ниша, да, будет в миду против инвокера. Найт сталкер... Там два... Получается ренджевик против ренджевика. Там может даже не понадобиться помощь сталкера, чтобы организовать какие-то выходы на мид. В всяком случае, подспить инвокера надо будет. Поэтому заход в спину какой-то в смоках вместе с эмкой будет, наверное, организован. Итак, битва начинается. Вроде как отпугнули кейсера. Выходит сюда нюкс с джакира. Да, сразу же Квин оф Пейн ловит у нас МПЛ. Ловит первый скилл джакира. Ну и ушла уйти. Успела. Ушла уйти. Успела уйти на втором скилле на блинке. На блинкауте. В итоге, я так понимаю, это какой-то был, типа, чтобы спугнуть Квин оф Пейн, чтобы она не смогла заблочить крипов. Отпугнули тем самым сталкера. Сталкер там немножко подблочил. Ну и да, и как оно и задумывалось, по сути, вот оно и получилось. У Даниш Бирс 747. И его крипы стоят на хайграунде. И нюкс приходит, помогает своему мидеру. Ноя против ниши на данный момент. Но я уже завязал свой МПЛ. Первый левел. Нужно вкачать еще второй, чтобы было Карапазе. Вкачает третий скилл, скорее всего. Должен будет этим делом заняться. Сразу же начинают накидывать здесь по Магнусу. Магнусу не очень-то уж и приятно. Они тут вдвоем могут сейчас и сделать... Нет, не сделаю. Тут остается 150 хп. И Магнус просто уйдет на своих четверых. Бэтрайдер пока в Соляново. У нас, кстати, кто показывает, по-моему, инструменты спорта. Паренек хорошо играл. На Бэтрайдере в Соло двоих там унижал. Ну вот. Бэтрайдер сейчас может подставиться. Здесь накинут ему по лицу. Но сбили половину хп. Но это хотя бы не Ферст Блад. Поэтому, да, нужно играть более аккуратнее. Бэтрайдер это понимает, что здесь на данный момент триплай агрессировать нельзя. Но как только тот же вот этот вот даблет. Изотик Диеру там или Сэмки тоже нельзя забываться. Ну вот она, Квапа. Но я добился своего. Убил, я так понимаю, Манаберд. Все-таки вкачал. Не стал вкачивать третий скилл. Пошел через второй. И сделали, по крайней мере, ФБ. Вот 777 неужто ошибается. Здесь ниша. Может убить. Тут тычка остается по инвокеру. Догорит ли. Но здесь есть, если что, хилка. Так что. Ну и дожидается. Чего-то хотел дождаться. Не получилось. Ниша. Выход сейчас, возможно, еще раз будет на Queen of Pain. Инвокер отхилился. Нюкс сейчас Clarity от пил. Будет готов зайти опять же в спину. Но есть уже блинк у Квапы. Поэтому. Я вообще даже вот не понял, как они забрали ее здесь. Под тер один вышкой. При том, что у ниши был еще и блинк аут. Тут был Escape. Так. Ловит MPL. Я понимаю. Да. Если бы здесь где-то с аутстрайком подобил ее инвокер. Но. Но и делает все возможное, чтобы помешать фарму Квапы. Давайте посмотрим. Получается ли 6-6 по крипстату. Приход сюда Джек Кира. Чего не откинул-то Liquidfire. Ну и вот он уже и Balanar. Пришел на помощь Квапе. Тут уже слишком много персонажей. От Danish Beers помогает именно инвокеру. Помогает мидеру команды. Так вот. Что-то не закончил-то суть. Кстати, Бэтрайдер у нас уходит в лес вообще. Нельзя забываться кор-герою на своем лайне. Потому что вроде как и фармит. Фармит. А, найти сталкера. Я почему-то начинаю говорить про кор-героя команды Сигуларити. И там убивают их. Что происходит? На миду начинаются киллы. Главное, чтобы здесь Бэтрайдер. Нет. Он пошел себе на фонтан. Отхилится. Сейчас и вернется на свой лейн. Так вот. Экзотик Дир. Главное не забываться. Потому что может фармить-фармить. И тут он очнется. Посмотрит такой. Опа. Бэтрайдер на Firefly взлетел. А на нем уже 5 стаков. Ну и такой типа. А, ладно, бро. Окей. Я медленно бегаю. Ничего не могу сделать. И на Firefly уже такой типа взлетел. Окей. Я умираю. Вроде как выход. Куда-то собираются. Или что? Это Бэтрайдер с Джеки Россом здесь вместе. Собрались. Два крылатых. Возможно, попытка будет убить СМочку. А почему бы и нет? Ну и на данный момент тишина. Четвертая минута. Все формят. Ноя. 23 клипа на 15. Тут и Exotic Дир 22 на 20. Пока что Корр и команд идут вровень. Ну вот инвокер дает. Дал себе знать этот нюкс ассасин. СМка сейчас может упасть. Да. Находят ее здесь. Не отпустят. Приходит сюда Кейсер. Дал войд по кому-то. Но пытался подсейвить. Не получилось. 0-3. В сухую выигрывает Даниш Бирс. Без единого килла. На данный момент Team Singularity. Получается ловит МПЛ Баланар. Но уже ночко. Это радует хотя бы. Приходит СМочка. Джекироса могут убить. Тычка остается. Но тут тролль еще. И попытка убить Ною. Вот он и первый килл для Сил Света. Войд в лицо. Ноя. Но получится ли. Шрайн проюзан. И Кейсер. Да. Уже не стал гнаться. Хотя вот мана только сейчас появилась. Выпил он Кларити. Мы могли бы попробовать догнать все-таки Ною. Но было опасно. Да. Лучше уже забрали хотя бы одного. И занагрели там Даниш Бирс. Не поспорить. Далеко слишком зашли. Нужно было отходить. Но в итоге это светило им смертью Джекироса. Плюс еще ночь началась кстати для Баланара. Фир будет бегать помогать своим мейтам. Квапа выходит. Получает даггер в лицо у нас Джекира. И умирает. Найс. А что хотел доказать. Там начал махаться с Баланаром. И инвокер не подошел помогать. Просто Квапа на блинке такая влетела. Типа привет пацан. Магнус пошел. Заюзал Шрайн. Какие-то видимо большие проблемы против френджевого Виноманстера. У меня в сапожок здесь уже и ринку Факвила. По левелу посмотрим. Шестой левел уже есть у Квапы. Есть пока ничего. Только по-моему апнул. Да. Вот он вкачивает этот Соник Вейв. Пошел Блинкао. Сразу же приходит Баланар до ее Сайленс. Ну и до инвокера конечно же здесь без шансов. Поэтому 20 секунд таверны. 3-3 становится счет на данный момент. Вот и отыгрались уже Сингуларити. Молодцы ребята. Хоть и было не слишком уж и ярое начало. Но вот уже к шестой минуте вроде как реабилитировались. Даже можно посмотреть по графикам. По графикам да, ДБ лидировали. Но вот по Галде уже пошли вниз. Спустились к нуля по Экспериенсу. 600 за СНГ. Так, Ноэ. 2-700. Инвокер 2-500. Но тоже забываться нельзя. В этом поубивали пару раз. Что-то задоминировали. СМ-ку убьют Ли. Вообще нужно ее убивать. Нюкс за ней один погнался. Но Нюкс остается тычка. Миссы выдаются. Джеки Роса убили. СМ-ку разменяли. Хотя бы хоть как-то так. Остается драка 2 на 2. Роттен. Нужно что-то решать в этой драке. Найт Сталкер. А войдом-то откидывает очень больно. А нужно накидывать Напалм. Чтобы Файфлайт нормально дамаж. Тут уже на ТП пришел. Ниша порешал Бэтрайдера. И Ноэ тоже откатится скорее всего. Ну Карапаси это ненадолго ему помощь. Тут Экзотик Дир наваливает. С топоров. Но и в итоге 3 в 1 поменялись. Давайте нам Файфрека посмотреть. Да, 3 в 1. Джеки Ра, Бэтрайдер, Нюкс Асасин. Отправились в Таверну. И забрали только с собой одну СМ-очку. Ну не очень хорошо. Кто у нас получается? Ниша забрал 1 килл. И Тролль забрал 2. Ну видеть кор-героя вражеской команды. Это такая себе затея. Это не очень хорошая затея. У него по Нетворсам он уже вроде как пытается тут обгонять. Занимает топ-3. Сейчас еще и Виномансера обгонят. А у Виномансера, кстати, вообще никто не трогает. У него все спокойно здесь. Он на своем лейне стоит. Что-то пушит там. Что-то кого-то грызет потихонечку вышечку. Ему никто не мешает. Там Магнус что-то пытается сделать. Но я так понимаю он уже забил на это дело. Пошел, говорит, пойду я на базу похилю, а ты пока что там стой сам себе. Найдсалкер 4 левела уже на 2 войт себе взял. Салис прокачал. Ну и Ноэ откидывает станами по Квапе. Отгоняет тем самым ее от Медан. И так Квапа сейчас сможет не подставиться. Санстрайк попадает в лицо. Прям нифига себе. Колл-снэп остается тычка по нише. И здесь блинг уже в КД. Непонятно, почему он именно так сделал. Почему он, наверное, побежал за руной. Надеялся, возможно, что там какая-нибудь хаста или руна регенерации. Надо было просто сворачивать вот сюда. Хотя, мне кажется, можно было догадаться, что там сейчас пульнет туда санстрайк. Сглупил здесь этот игрок. Ну и в итоге заход на тир-1 в Эшку. Занимает в четвером мой издание Шберс. Идеальную позицию. Просто срубает весь лес. Виномастер вообще ничего не боится. Завардил все, что только можно. Ну вот и Квапа приходит без помощи. Здесь уже 2 игрока-то остается. Виномастер остается и Нюкс. 2 Жука. Получится любить нишу. Но тем временем, как я понимаю, тоже тут сверху пытаются отомстить за нижнюю линию Team Singularity. Тем самым в ответ пропушить R1 вышку. В итоге что-то пока не получается. Хоть и куча вардов здесь понаставил Виномастер. Пока что фармит 2 стака одновременно. 4 тысячи. У него уже что? Есть сапожок. Так. И будет... Что это? Дискорд будет фармить? Или что-то такое интересное? Да. Мэлод Дискорд будет фармить. Выход во вражеский лес от Сил Света. Кейсарай Суприм. Пытаются здесь кого-то найти, но могут найти только инвокера поблизости. Это придется заходить в спину. Посмотрим, что видят именно сейчас Team Singularity. Видят инвокера. Нужно как-то выходить. А блинкдагера никакого вовсе-то и нету. Хотя бы у Магнуса, да? Чтобы заблинкаться в спину к инвокеру. Ну, прям, хотя бы им там лицо. И вывести на Скевере. Было бы неплохо. Но сейчас рановато пока что ловить инвокера. Нечем его даже, я бы сказал, так ловить. Ну и заход на Тер-1 вышку уже только на Мидо. Отсел Света. Как-то они и здесь хотели. И тут стянулись в итоге на Мид. И опять уходят. Поймали вроде. А, нет, я думал, сейчас пойдут на Джекира. Опять стягиваются наверх, чтобы пропушить верхнюю линию. Наверное. Или что? Как-то я не улавливаю суть у Team Singularity. Да, тут Singularity. А, Бэтрайд взлетает на Firefly. Понимает то, что ему здесь грозит... Грозит угроза. Exotec Deer. Джекироса убили. Нич залетел. Просто догрыз в руки. Ну, я так понимаю, здесь дабл дэмэдж. Да, Джекироса у нас не такой уж и плотный. И ЦМочка. Тоже добрый вечер. Санстрайк в лицо. Инвокер прочитал. А там очень больно, кстати, бил... Бил Аквапа. Я смотрю даже без ульты. Без Соник Вейва. Забрала Джекироса. Опять Джекирос пришел сюда. И... Как бы он опять не умер-то, ну... Тут ноя есть, если что, на подсейве. Пятый левел. Nyx Assassin. И вот в чем вся суть. Нету виндетты. Ой-ой-ой. Какой же плохой айспав от Джекира. Пытаются поймать Квапо. Но не тут-то было, Ниша говорит. Просто мансит как Бок. И тут импл через половину карты. Но уже не отпустят Квапо. Да. Ну, если промахнулся, тут... Ушел все-таки, я думаю. Ушел бы Ниша. Так. Куда у нас Нюкс? Нюкс ушел на верхнюю линию. На верхнюю линию. К Тер-1 вышке. 7-7 становится счет. Там 2-1 пока что разменяли. По графикам, кстати, давайте посмотрим. Уже 12-ая минута. 2000 Даниш Бьерс по голде по Экспириенсу тысяча. За ДБ. Хорошо. Молодцы. Пока что дисбалансная игра. То сначала одни вроде как и СНГ взяли какой-то промежуток игры. Сейчас уже Даниш Бьерс начинают брать верх. Пока непонятно, кто победит. Но, скорее всего, игра будет очень долгой. Или же в мидгейме уже будет более яснее. Либо сейчас одна команда будет лидировать всю оставшуюся игру. Либо посмотрим вообще, что будет происходить на этой карте. Пока мне ничего не понятно. Пока только инвокер Веноманстера вроде как в топ-2. Но Клопа ходит, унижает по карте саппорта. Но находит, вот опять же, находит Веноманстера. Инвокер пытается подселить. Слишком много вливать в Веника. Веника уже не подселить Новый год от Сэмочки. Сэмочку нужно убивать. Кстати, инвокер неплохо так разбирает. Нужно Клопа еще попытаться убить. 7-7 скорее всего отвалится. Тычка остается. Он тут дожжется. Да, инвокер, к сожалению. Райс начинает ПВП с ниши. И ниша понимает то, что будет убивать всех. Вот он еще один даггер. Ну и в итоге Айс Пав по Квапе. Нужно давать лассо. Вот он лассо по Квин оф Пейн. А инвокер-то все живет еще. И нужно тычечку. И успела, по-разумски, третий скилл. Добить инвокера. Ну и самой отправиться на тот свет. Добивали очень долго Квин оф Пейн. На самом-то деле Квапа еще могла там многое что сделать. Еще могла бы спокойно убить Джекироса. Если бы Бэтрайдер не пришел и инвокера добить. С этими страйками пыталась убить инвокера. Не получалось. Слишком большой рекен у инвокера был. Но во всяком случае добила своего. Убила инвокера. Отправила его в таверну. Хоть как-то. 11-й левел, кстати, инвокер. По левелу Квапа. У нас ниша хорош. 11-й уровень. Пытается все соперничать с мидером вражеской команды. Велодискорд на данный момент. Квапы. ПТшка. И Боттл. Ну, 14-й минута, в принципе, да. Неплохо. У кого-то это кто там еще собирал. А вот Виноматер пытается тоже собрать здесь. Велодискорд. Получается, Драгонлендс будет собирать. Рошан пока не убивает. 14-я минута. РПшка в нюкса. Ничего не жалко, но это килл. Тут не успеет никак уйти. Даже Карапасе не дали ему прожать. 10-10. Убили нюкса. Возможно, это стоит зайти даже попытку сделать на Тер-2 вышку. Зайти там поубивать. 14-я минута. Так. Джакир у нас на хосте. Вардецкий от Данишбирс. Есть Вижен. Также тут ответный Вард. И да, как я и говорил, выход на Тер-2 вышку от Сил Света. Пошли дефать. Ой-ой-ой. Бэтрайдер-то на Блинкдагере. Откинул СМ-ку. Айспав промахивается. Уже какой раз Джакира, понимая то, что здесь никуда не убежать СМ-ке. Загнали ее в угол. Ну и в итоге забрали СМ-ку. Загулял. Она там одна пыталась. Баланар. Еще Баланара было бы неплохо, конечно, подцепить. Но тут ночь, опять же. Ночь сильно помогает Кейсеру жить. И неужто будет заход на Тер-1 вышку. Уже ответка пойдет от Данишбирс. Два тавра нету у ДБ. Всего лишь только одного тавра нету у Тим Сингуларити. Как-то вот в этом матче слишком медленно развиваются события. Они не могут пушить тавра. Ну, только в 15 минуте три вышки упало за всю игру. Наконец-то вот находит Баланара. За свою наглость он сейчас ответит. Но его отсюда точно не отпустят. Тут и Айспав тотал особый от Бэтрайдера. Плюс убьют еще эти Тер-1 вышку. Как-то допускают фатальные ошибки на самом-то деле. Ребята бегают по одному. Непонятно зачем. Сколько? Кто забрал? Забрал у нас Ноя. Забрал у нас Виномансер. Деф какой-то или куда Джекирос ушел на нижнюю линию. Да, тут проультовался даже тролль. И Макропира пошла. Экзотик Дирцу. Заходит в спину к Джекиросу. Тут просто законтролировали этот лесочек. Джекира там без шансов дал ульт Ноя. Сразу же начинает Экзотик Дирцу. Тычка остается. Не успевает. Ну, идти на ТП. РПшка по двое. Магнус. Ниша вроде как попытается. Новый год в Карапасе. Найс стратегия. Убивает СМ. Здесь Иквопа уходит на блинкауте. Остается у нас Магнус тоже идет на ТПауте. Отсюда. В итоге. Два в одного Джекира. Ну, плюс еще ладно. Тер-1 вышка. Там не успел тролль среагировать. Начал уже делать ТПаут оттуда. Когда Наомастер полностью раскастовался в него. Но там слишком много яда было повешено. Так что нет. Без шансов. Он почти ушел уже на ТПшке. Даже вот когда он бы появился. Там еще яд бы. Класснул бы его разочек. Там бы, наверное, на фонтане бы и откинулся. 200 к здоровью. Вкачивая себе Наомастер. Плюс 30 к опыту. Ну, взял еще себе так же. Что, кстати, у Инвокера. Плюс 125 к здоровью. Нюкс под Вендетой. Тоже нужно более аккуратнее играть. Тут мог подцепить СМК. СМК умирает. От Санстрайка Инвокера на СМП ловит Квапа. Увозь на Скевере Нюкса. Блинкаут делает ниша. Блинкаут покажет в КД макропире ножками. Хорош. И, похоже, на Блинкауте. Битрайзер все ищет добычу. Потому что Лассо откадешилось. Нужно идти убивать. Семнадцатая минута. 11 на 15. Нужно заходить на тир-1 вышку. Кстати, последняя тир-1 вышка на карте. 9 тысяч уже именно монстром. Вообще ничего не боится. Варды ставит. И ему вообще классно. Варды. У него гель. У него хурикин пайк. Если что, у него и дискорд. По нетворсам он топ-1. 8700 идет инвокер. И неужто даст заход на Рошана сейчас будет. Первый Рошан. Вот уже к 18-й минуте его убивает. Посмотрим по графикам. Вот за счет... Сколько тут киллов уже сделали Даниш Бирс? 4 тысячи зарабатывают. По экономике поднялись как хорошо, да? И по экспириенсу это 4 тысячи. Но вот чуть-чуть вниз почему-то ушли. 15-14. 15-й Виномансер. Ну вот такой вот крутой играет Виномансера. А именно от Нои и ожидалось. Пока, да, кстати, делают суп правильно. Даниш Бирс. Пока 4 персонажа убивают Рошана. Пятый в инвизи ходит и проверяет. Ходит, чекает всю местность. Чтобы не застали их врасплох. Да, будет сейчас Заюзан Шрайн. Плюс ко всему пойдут дефать, скорее всего, Тир-2 вышку. В ТП у ребят есть, если что. Да, они, в принципе, смогут уйти. А, вот он. Этот момент, когда Экзотик Дир провязал ульты и начинает пушировать Тир-2 вышку. Был провязан гриф. Пока что не получается. Пока что стягиваются потихонечку, никуда не спешат. Там Бэтрайдер. Если что. Нет, вижу, но вообще никакого нет, по-моему, у Даниш Бирс. Нет, видят Магнуса. Магнуса сейчас будут убивать. Там параллельно тоже кого-то пытаются подцепить Найт Сталкера. Найт Сталкера убьют и Магнуса отправят на тот свет. И ЦМ на ТП-ауте. Ну, ее точно не найдут уже. Зашли, сбили половину ХП от Тир-2 вышки. И потеряли двоих персонажей. Что может быть лучше? Ну, это не то, чего я ожидал. Есть Бликдагер у Магнуса. Пойдет сейчас через Форстаф. Инвокер. Кстати, с Эгидой у нас бегает. Дежисот Аганим. Эгида. Мидас. Пережить два инвокера будет очень больно для сил света. Вот она, ночка. По-моему, Даркнесс был заюзан от Найт Сталкера. Неужто какой-то выход сейчас будет от сил света во вражеский лес. Будут пытаться там кого-то ловить. А ловить-то некого. Все находятся тоже, ну, в лесу у Тим Сингуларити. Ну, вот Саша Яша появляется у Троля. Саша Яша. В 20-й минуте Саша Яша и Владимир. Да, такое себе. В 20-й минуте. Ну, в принципе, в принципе, неплохо. То, что у Троля 2-1-4. У него по Нетворсу будет еще топ-3. Вапа 8600 тоже дает о себе знать. Пойдет она через Линкин Сферу. Уже вилло в Дискорд есть. Там Тир-2 вышку сломали. Как бы то ни было, да. Альтернет Акс все поддерживает тот темп пуша. Все пытается пушить. И вот уже будет заход на хайграунд. При том, что у них сейчас не все очень хорошо. Подсчет 11 на 17. Джакира нужно как-то сейвить. Джакира сейчас убьет тут один Нюкс. И чем-нибудь поможет на лассо. Начинает увозить Троля Новый Год от СМ. Нужно под Карапаси подходить. Но что-то пока не сильно получается. Убивают еще и Бэтрайдер. Убивает Нюкса. Джакира делает байбэк. В итоге Санстрайк из Уссикдира практически убивает. Ниша на развороте. Джакира сейчас должен развалить. Приходит сюда Виномастер. Дает ульт. Должна развалиться ЦМка. Ну и сразу же, да. Сразу же делать топ-аут. Чтобы не сгореть от яда. Инвокер тем временем спушил Тр-3 только. И нужно бежать оттуда. Баланар вроде как не отпустит. Но тут уже Магнус на скевере. Обратно его возит к своей команде. И Инвокер смерть. Но есть и Гида. Что будет сейчас предпринимать? Инвокер неизвестно. Но попытается, наверное, уйти. Сразу же ловит Сайленс. И ничего не предпримет. Просто умрет. Хотя можно было бы попытаться, наверное, убить Баланара. В итоге такое себе сделали сейчас Даниш Берс. Не очень приятно. Не очень благополучно у них это получилось. Тысяча сто голды. Тысяча двести. Можно сказать. Отвоевали сейчас силы света. Но ничего не пропущили. Тут бараки остались голые, да. Та же вот казарма мечников. Но не успела добить Инвокер. Не получилось. Так вот. Зашли на хайграунд. И куча, много ошибок было от Даниш Берс. Непонятно, зачем сначала Джекира вышел один. Потом Нюкс вышел один. Вот этот вот слив по одному. Ну, по-моему, команда никогда не научится. Не смог научиться держаться все вместе. То есть сделали ТП по одному. Там, типа, давайте сейчас мы сделаем. Сейчас, типа, я кину пацана Айспав. Я смогу задефать. Задефал. Убили Джекира. В итоге там Нюкс начал делать ТП. Такой, типа, ай, да я тебе сейчас помогу. Помог. Тоже умер. Бэтрайдер такой, ай, яй, яй. Находит во вражеском лесу. Заходит, точнее, во вражеский лес Нюкс. В итоге это грозило ему смертью. 16-18. Догоняет по счету потихоньку Team Singularity. И по графикам уже, наверное, опускаются. Здесь Даниш Берс. Лидировали 4000. Но уже 2000 по голде. По экспириенсу-то пока что СНГ 2000 впереди. Вроде как хорошо все было у ДБ. Пока не начали заходить вот сюда на хайграунд. Вот это непонятные начали топ-ауты делать обратно себе на базу. В итоге все слили. Все преимущество, которое у них было, слито. 13 тысяч. Хотя бы по Нетворсам лидирует еще. Хотя бы экономика не так сильно страдает. Но по экспе плоховато. Потому что Даниша уже 17-й. И тролль тут 16-й начинает. Обогнали. 700-7. В итоге Ноя. У нас один еще пока что в ударе. Уже и тревола. БКБшечку начинает фармить. Пока что ребята бегают. Какой-то организованности от Даниш Берс нету. Именно посмотреть куда-то там. Типа зайти на хайграунд вражеский. Или пойти пропустить какую-то вышку. Или выйти в лес у вражеский. Пока они разбрелись по всей карте. Ходит фармят. Как я понимаю. Тут остается что у нас. БКБ. У инвокера. Дождутся скорее всего БКБ инвокер. И только после этого пойдут убивать. Кстати да. Можно Шрайн. Тодобить. Там Тир-3 убили. Квапа здесь. Джекира будет готовиться. Но уже втроем они дозделали. Джекира. Нюкс Ассайсин. И Бэтрайдер. Квапа прям чует. То что сейчас там все пати окажется. Поэтому лучше уйти. Вот тут нюкс уходит в индетту. Здесь много таких мерзопакостных персонажей. Которые могут выловить квапу. Дать в лицо МПЛ. Там или же на лассои вывести. При 75 к урону. Кстати Бэтрайдер стал очень полезным персонажем. Это всегда останется тот персонаж. Который сможет вывести любого на 4 секунды. Вывести из строя. Просто. Напросто. И 4 секунды не будет персонажа. Вот и все. Пикалась Винга. Раньше. Сейчас уже ее нет. ЦМка. Ловит МПЛ. Ловит Моноберн. Лассо по Найсталкеру. А нет. Попал. Все-таки хорош. Попал с Адстрайком. И в итоге Кейсер у нас на лоу ХП остается. Здесь порешали уже этот Кристал Мейден. Улетает отсюда Найсталкер. Пытается по крайней мере улететь тут. Гель в лицо. И не догорит. Да. Сразу же езается Шрайн. В лицо побудет Райдеру. Ой. Как неприятно. И вот эта вот стратегия. Магнус вводит несколько крипов. Как я понимаю. Парочку он добил. И уходит оттуда. Тем временем тролль пушит верхнюю линию. Клопа идет пушить Тир-2 вышку. Да. Неприятно здесь. Ой. Но это сейчас может упасть. Приходит сюда Магнус. Магнус только думает. Сейчас с Клопой это я его убью. А Клопау отсюда Блинкаут уже сделала. Такой типа. Да ну нафиг. Ладно Клопа ушла. Я тоже выйду. В итоге. Что там до БКБ еще 4100. Так уже хватает. Можно купить. Либо хранит на Байбэк. На Мастер. Либо сейчас пойдет купит уже это БКБ. В опасности. В опасности сейчас на Нижберс. Более увереннее я бы уже сказал. То что чувствую себя этим Сингуларити. Они постоянно ходят пушат. Что им нужно это делать. Что им по сути остается. 4 тысячи. Возвращают графики. Пытаются вернуть графики. На Нижберс. Это 4 тысячи по экономике. По экспириенсу. Это 4 тысячи у СНГ. Все таки Клопа. Молодец. 19 левел. Уже перегнали они вместе инвокера. Вот 19-19 идут тролли. Квап. Квин оф Пейн. Но затягивать тоже нельзя надолго. Потому как есть тролль. У Тим Сингуларити. И стоит не забывать про него. Потому как в лейте. Я видел что делает тролль в лейте. Он может. Он сносило. Как-то помню комментировал каточку. Не помню кто играл. Честно. Но. Был тролль. Он дошел до лейта. И в лейте он просто развалил пятерых. Там по-моему против него Урсевич был. Во вражеской команде. Да. Кор-герой. В итоге тролль просто такой типа включал БКБ. Такой типа. Ребят привет. Сатаником. Там его Unreal было убить. Троих он точно сносил в Солянова. Пятером на него налетали. И просто он еще сносил при этом троих. Выход на Магнуса. Айс пав. Магнуса нашли. Ничего он уже не сделает. Пытался уйти по-моему на скивере. Нет. Это был произвент форстаф. Напоследок. И до Рошана. До разрешения Рошана 10 секунд осталось. Дополнительного времени уже не будет. Так что стоит пойти его прочекать все же. В скором времени он возродится. А там Рошан у нас получается. Вот. Да. Есть Вижен уже. У Дани Шбирс. Мог найти Бэтрайдера. Квапа на Блинкауте. В лицо сейчас хотел дать. В итоге лассо по Найт Сталкеру. Тут тролль оказался рядом и Квапа. Очень опасно. Переходит сюда Соник Вэйв по одному Бэтрайдеру. Такое себе. Три в четыре будет драка Торнадо по троллю. Квапу могут убить. Квапа включает БКБ. Убивает Бэтрайдера. Ну и Блинкаут отсюда делает топ-аут. Но уже не будет 10 секунд. И никого в итоге не убили. Найт Сталкер уходит на своих двоих. И плюс Тролль тоже. Не смогли никого добить. Обидно. Потеряли Бэтрайдера. Ну и Рошану нужно убивать-то. А Бэтрайдера нет. И скорее всего воспользуются этим моментом Team Singularity. Да, заход на Рошана. Тут и Сыр будет. Тут и Эгида. И уже это угроза для Даниш Бирс. Если возьмут Аегис. Нужно драться за Рошана. 100%. Есть РПшка. Попадает по Виномансеру. И есть Байбэк. 70 секунд. Джакира. Квапа просто с руки его убивает. Гнобит. Плюс 40 к урону Тролль. Но неспокойно. Да. Там два персонажа хватает, чтобы отогнать всю команду Даниш Бирс. В итоге два игрока тоже убивают Рошана. Чувствуют себя в полной безопасности. Квапа такая. Ребят, вы не пройдете. Санстрайк. И добьет Рошана. Да. Добили все-таки силы тьмы. Плюс еще и Сыр. Но хоть как-то. Ну хоть как-то. Добили хотя бы Рошана. И на этом спасибо. Было бы неплохо еще украсть Аегис и Сыр. Но убить Рошана на этом пока что... Этого пока что достаточно. 19 на 20. 1500 голды. Забирают себе Тим Сингуларити. Добиваются Тир 2 вышка. Остается еще один внешний тавер у Сил Тьмы. И это будет Аганем Тарреса от Найс Сталкер. С Пейтли. Так, иконка. А, это Найс Сталкер. У него такая иконка, типа живая. Я понял. Я думал, он завис. Вроде как... Да. Живые. Так. Торнадо пошло. Вроде как заход на хайграунд от Сил Света. ЕМП. ЕМП не по кому не попадает. В дальнейшем пойдут на верхнюю линию. Ну, Тролля здесь и гида. А как убивать Тролля, это без понятия. Бэтрайдер на Файерфлайе. Подлетает к Троллю. Лассо по нему. Сразу же под Санстрайк его пытаются подставить. Айс Пав. Неплохо Соник Вейв. Тролля сейчас уже сбили ему Аегис. Под БКБ тут ниша. Лиса. Хорош. Новый год. Виномансер очень больно остается один против четверых. Нужно убить хотя бы СМ-ку. Стан. Выфорстовывают Виномансера. Убивают. Тролля сталкер убивает также Кристал Мейден. Не все потеряно, оказывается, для Даниш Бирс. Нужно идти дальше до Торнадо по Экзотик Диру. Экзотик Диру на Блинкауте. Ниша. Еще один Блинкаут. Нужно пытаться догнать как-то. Если что, есть у Нюкс Ассина Карапаси. Сейчас Блиндагер будет через 4 секунды. Ему, похоже, да, сбивают. Урной. Есть Напалм. Урна еще будет несколько секунд. Нужно пытаться догнать. Вот он МПЛ по Экзотик Диру. Экзотик Диру должны убивать. Ну, Queen of Pain, если что, есть Блинкаут. Отсюда уйти. Опять же ее находят. Маны уже, наверное, не хватит на второй скилл. Ну и Ниша, скорее всего, здесь откатится сыр. Он скушал. И, да, кстати, забыли про сыр. Но отпустят Ли. Вот в чем вся соль. Дальше, дальше. Вот она, эта погоня. Даниш Бирс. Нужно догонять, убивать Нишу. Итак, нужно уходить отсюда. Нужно пытаться искать. А Вижен-то есть. Вот она, да. Вот он, этот Ниша. Находит Квапу. Квапу убивает также еще и Квапу. Фу. Это было круто. Плюс еще и Лайн как раз-таки пропушил Лавина Мансера. И плюс этот заход на хайграунд. Убили четверых, кроме Магнуса. Вроде как и Team Singularity сейчас уже почувствовали глоток воздуха. Типа, сейчас мы уже и закончим, зайдем на хайграунд. И не тут-то было. Был хороший айспав от Джагира на самом-то деле. МПЛ по ЦМК. Кристал Мейден могут не отпустить. Выкупается Queen of Pain. Развели уже на один бойвег Даниш Бирс. Нюкс может развалиться. Нужно пытаться подсейвить айспав под Нюкса. Поймает только одного Кейсера. И Нюкс уходит отсюда. Вроде как и вся команда уйдет тоже. Там еще Shadow Strike работает по Нюксу. Лучше просто отойти отсюда. Да. Джагира, Форст Тафф. Книжечка ЦМК. Тридцать две минуты, да. Потные катки. Ой, это прям... Ну, честно сказать, это нечто. Это круто. Такие вот каточки. Прям хочется и хочется за ними наблюдать. Так, убивают вина мансера. Там загулял во вражеском лесу. Ой, в своем лесу. Но одному там точно гулять не стоило. Buyback, если что, есть. Кстати, да, ребят, тут еще есть один сайтик. Очень хороший. Dotamoney называется. Вот там можно обвинять свои шмотки. Очень выгодно. Действительно по хорошей цене. Поэтому заходите и пользуйтесь. Действительно очень круто. Ребята не обманывают. Работают на совесть и делают вам хорошо. Продолжаем смотреть. 20 на 24 пока что у нас была такая небольшая пауза. Ну и в итоге что у нас? Будет заход на хайграунд. До вина мансера 30 секунд тоже будут его разводить на buyback. Но не стоит забывать то, что у Квапы buyback нету. И вообще, если она уйдет, то она уйдет надолго в таверну. EMP. Дефают пока что хайграунд. Очень сложно зайти на него. Тут и SPAV, тут и EMP. Подцепили на лассо Night Stalker. Возможно, его сейчас и убьют. Приходит сюда сюрприм. А РП-то нету. Но Night Stalker уже не отпустят. Пытался как-то подсейвить. Ну, неровно получается. В пятером пытаются зайти на хайграунд. В четвером дефаются Даниш Бьерс. И в итоге еще и отогнали. Хорошо. Нет, ну сложно зайти на вражеский хайграунд, когда у тебя там нету вижена. Ничего. Вот только допушили тер 3-вышку и могут идти доломать шрайн. Да, кстати. Виномастер. Вот он уже откодешился. Стоит, фармит. Хайкин Пайк. У него БКБ. Плейт Мэйл. Сотки Расса будет фармить. Так, Бэтрайдер. Вот они, Юлы, Майл Штрому, Квапы. Ну вот, чем дальше, тем больше шмоточек появляется дорогих. Более ярче будут замесы. Но тут Нюкс. Нюкс ходит. Гем пока не додумались купить Сим Сингуларити. Или хотя бы Просветку там на угад ее лупить хоть как-то. Сбил Линку. Сейчас подойдет вся команда, я так понимаю. Нюкса мог быть проблемой. Под БКБ наваливает очень больно по Нюксу. Квапа. Но сейчас уже БКБ-то закончится. Поэтому нужно более аккуратнее на Лассо. Лассо, кстати, откодешился Бэтрайдер. Нужно ловить. Ловит Фросбайт только в лицо. Пока что убивает Курьера. Но это уже тут и ЦМ-ка тоже подставилась. Может подставиться также и Магнус. Холдснэп ему в лицо. Плюс еще и Шива. ЦМ-ку отправили в Таверду на 50 секунд. Ну и погоня. Погоня за Тим Сингуларити. Как жить, как быть. Опять же, ЦМ-ка подставилась. Сколько у нее смертей уже? 3, 11, 9. Бывает. 2, 6 у Найт Сталкера. 9, 5 у Квапы. 5, 2 у Тролля. 1, 2 у Магнуса. Что у нас по левелу вообще? 24-й Метвеномастер. Уже чуть остался до последнего таланта. 23-й Квапа. Ну и Нвокер чуть-чуть отстал по экспириенсу. 21. А что вообще по графикам? Так. По... Сейчас, секунду. Так. Графики, да. Графики 4000, кстати. Тен 35 минуте 4000. То есть, насколько потно играют команды. Подставили Квапу. Пытаются ее убить за время Лассо. Получится ли не выпустить ее со стаунтут колдстеп? Ну это ГГ. Добрый вечер. 100 секунд Квапа. Я пошла пушить линию и пошла умереть. А Батрадо распользовался? Хорош. Молодец. У них ниже просто был, да, здесь вардеский поставлен. Поэтому запалилась. Пошла на варде. Запалилась. Ну и в итоге в мид. В мид. Нижнюю сторону наконец-таки добьют. Мид добьют. И возможно вообще пойдут в трон. А там уже и Team Singularity возможно и не отобьются. Хотя есть тролль. Есть Магнус. Магнус, кстати, с РП. Могут найти сейчас Магнуса. Магнус на блинкауте. Поэтому, да, не всегда хорошо заюзать вендету. Добежать все-таки в упор. Лупануть. А все-таки лучше подцепить. Сбить блинкдаггер. Подцепить импейлом каким-нибудь. Ну ты не дашь крит. Все-таки решаются пойти на нижнюю сторону. Хотя там крипы очень далеко. Так. Будут заходить на голую сторону. Неокс, СМПЛ. Найс. В итоге, пока что фаржи лупят по баракам. Все остальные ждут, пока Квапа взродится. Виномастер там уже ультанул. Ворвался. Маны нету. ХП уже практически тоже. Айс Паф. Фэкзотик Дир под БКБ. Ловит лосо в лицо. Тут Макропира. Ничего не успевает сделать Магнус. Магнус сейчас уже тоже умрет. Квапа и нету. Еще 20 секунд. Но у Магнуса хотя бы есть ББ. Кейсер тоже нужно убивать. Флеймбриком отталкивается. Он страйк на СПО. СМК. Но тут рядом Фонтан. Поэтому выживает, скорее всего. Баланар не выживает. А вот СМК выживет еще. Добивают бараки. Пойдут дальше на мид. Ну тут Квапа. Коргерой команды Сингулярити. Возрождается. Выкупается Магнус. И тут вся команда сейчас выкупается. Но уже все силы потратили. Да, лишь Бирс. Хотя попробовать может стоить. Все-таки нет. Ультов нет. Ни Макропира. Ни Лассо. Ни ульта у Виномансера. И... А, нет. Нюкс. Нюкс под Венет. Еще готов тут бегать. Бегать, прыгать. Вот Нюксу привезли в Форстаф. Одну сторону сбрили. Сбрили полкоманды Team Singularity. Плюс 10% к урону взял. Магнус. В итоге по графикам становится у нас 10 тысяч по УДБ. Вот, наконец-таки. Да, уже видно то, что Даниш Бирс здесь собрались. И уже к 40-й минуте на графике начали... Поднялись больше 4 тысяч. Наконец-то. А то все лидировали. 4 тысячи, 4 тысячи. По экспериенсу тут 7500 было у СНГ. Но в данный момент 7500 уже практически стало у Даниш Бирс. Торнадо попадает фактически по Магнусу. Но успел на блинкауте и уйти отсюда. Рошан. А Рошан их есть. Сейчас можно убивать Рошана. Забирать сыр. Забирать эгиду. И идти просто в мид. Но при этом осторожно нужно кого-то оставить на Вижен. Потому что Team Singularity сейчас выдвинулись, как я понимаю, на Рошана. Догадываются ли. Вижена у них такового нету. Но там пошли крики, по-моему, были от Магнуса или от Нюкса. Заходят. Вот он Нюкс. Добрый вечер. Нюкса выфорстовывают. Квапап от БКБ. РП по двоим. Неплохо. Магнус сейчас убивает двоих. Что ж вы делаете? Инвокера тоже убили. Но есть байбэк. Джеккирос сразу же байбэк. Возвращаются в замес. Даниш Бирс. Виномайсера тут пытаются убить. Четвером забить. Под БКБ. Начинает эскейпить гель в лицо. Айспав от Джеккироса. Нужно убивать. Неплохо. Какая же Макропира и Метеор от Инвокера Джеккироса. Сбривают просто почти всю команду. Убивают Тролля. Убивают Найс Сталкера фактически. Магнус уходит тут на... Никуда он не уходит и вовсе. Сэмочка. Ну Торнато. Ну что ты делаешь? Руки нужно добить. Успевать таки уйти на Тэп Пауте. И в итоге Сэмка. Ну тут 30 хп. Но плюс два байбэка по-моему было. Убили Тролля. Убили Магнуса. Байбэков у них таковых по-моему больше нет уже. И Файтер Каба посмотреть было бы неплохо. Тут троих убили. Убили Джеккироса. Убили Нюкса. На мастер слишком долго живет. Его вообще не могут убить. Да. Три в два в итоге была драка. Два байбэка было сделано Даниш Бирс. Берется Егида для Инвокера. Жалнир для Квин оф Пейн. По байбэкам вообще что у нас имеется? Бэтрайдер только может позволить один раз себе умереть. И Аганим будет фармить. Есть у него гем. Если что. Нюксу можно более спокойнее ходить уже под Вендето. Не хватает одного игрока. Это Виннамастер. Но он сейчас на тревелах придет. Если что. Деф и отдали линию. Квапу могут словить. Квапу если сейчас убьют. Это будет очень большая проблема. Потому как байбэка у нее нету. И скорее всего это минус Квапа. И пиши пропало. Минус тить персонажа. Одна Квапа. Но 90 секунд ее не будет. А дефаться без Квапы. Это просто Анриэл. Убивает также Баланара. Остается ЦМ. Одна тролль будет через 7 секунд. Но можно еще попытаться продержаться. Как-то тут и Магнус будет через 15. Они не успеют скорее всего Тронда ломать. За такое малое количество времени. Тут уже и Виннамастер стянулся. И инвокер. Фулл команда. И Даниш Бирос просто пуширует те 4 вышки. Похоже спета песенка для альтернет-атакс. Не получилось победить все-таки. Ну да. Тут 50 секунд для Квапы. 30 для Валанара. Ждут уже того момента. Наверное последней драки ворваться втроем. Как-то попытаться попробовать. Да. Вот вывозь сюда. Неплохо. Залетели. Кстати убивают. Инвокер убивает Нюкс Ассина. Но здесь Магнус скорее всего откатится. Инвокер у нас с Айегисом. Тролль под БКБ наваливает по Виннамастеру. Виннамастер пока что живет. Торнадо по Троллю. Также и Айспав залетает. Но вот Тролль тоже умирает. Даблкил делает Ноя. В итоге без шансов для Team Singularity. Пишет GoodGameWellPlayed. И прощаемся мы с этой командой. Даниш Бирс мы поздравляем. Они проходят дальше. Их еще один матч ожидает на сегодня. Вот. А с Team Singularity мы попрощаемся. И с ProData Cup 19 сезон Европы. Но никто никуда не расходится. Нажидает еще следующий матч. Это, если я не ошибаюсь, ЛГБ против Double Dimension. Да, для вас специально комментировал Денвер. Никто никуда не расходится. После небольшой рекламной паузы мы вернемся к Дотке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok